АКМ Приветствуем вас, дамы и господа! Перед нами новая линейка автомобильных компрессоров с бровским названием АКМ. Быстрый способ разоружить покупателя, уверенного в том, что топ-качества по доступной цене не бывает. АКМ это модернизированная версия компрессоров АК, которые сделали себе хорошее имя в среднеценовом сегменте. Эта четверка получила не просто дополнительную букву в названии, но комплектацию на уровне премиум линеек. Каждая модель упакована в классную плотную сумку, толщина и швы, которые говорят о том, что она не развалится через месяц, а прослужит верой и правдой, защищая компрессор от других предметов в багажнике и защищая сам багажник от компрессора. Корпус каждой модели выполнен из металла, внутри цельнометаллический поршневой насос. И да, вот они атрибуты жирной комплектации. Сверхточные манометры, трехметровые провода питания, быстросъемные шланги. У троих по три метра и у самого крупного пять метров. Итого от шести до восьми метров суммарной длины, которые перекрывают потребности владельцев любого гражданского транспорта. А обладателям легковых авто служат бонусом в виде отсутствующей необходимости прокладывать кратчайший маршрут от источника питания до спущенного колеса. Отдельного слова заслуживает лаконичный, но продуманный дизайн. Металлический корпус обрамлен специальными защитными кожухами из прорезиненного пластика. Эти кожухи установлены плотно и надежно, что говорит о хорошем качестве сборки. Оба кожуха оснащены специальными лапками. Каждая лапка своей резиновой ножкой-стойкой. Вся опорная конструкция в целом помогает практически полностью гасить вибрацию компрессора. А простой тест позволяет убедиться в том, что с такой продуманной базой компрессор во время работы не сдвинется ни на сантим. Вершина на этом торте просто гениальная ручка. Она напоминает, если не самурайский меч, то уж точно какой-то мощный кинжал. Во-первых, эстетично, во-вторых, действительно удобно, в-третьих, абсолютно безопасно. Ведь зачем они, вот эти ограничители, как у ножа, если нет лезвия? Правильно, чтобы не обжечься. Вот такие они, компрессоры, окраем одним выстрелом сразу трех зайцев. Ну или четырех. Вдруг снова самоизоляция. Теперь об отличиях. Конечно же, в первую очередь, это производительность. Чем выше бортовой номер на компрессоре, тем больше литров воздуха в минуту он способен нагнать в колесо. Мы протестировали все четыре модели на стандартном колесе и получили следующие результаты. Даже самый младший АКМ28 способен накачать все четыре колеса без остановки быстрее, чем за 10 минут. А значит, даже в самой неприятной ситуации он еще и близко не подберется к порогу саморазрушения. Поэтому за ненадобностью здесь отсутствует защита от перегрева. Модели 30+, предполагают использование в более жестких условиях. Это касается и размера колес, их количества, да и, собственно, не только колес, а, к примеру, крупных надувных изделий. Поэтому и 30-ка, и 35-ка, и уж тем более самая мощная модель в линейке оснащены соответствующей защитой. Автоматика сработает при наборе критической температуры. Остыв, компрессоры опять включатся в работу. Самый мощный АКМ работает напрямую от аккумулятора, поэтому оснащен зажимами-крокодилами. Остальные компрессоры питаются от бортовой сети. Таким образом, перед нами линейка компрессоров абсолютно без слабых мест. По всем показателям она соответствует топовым сериям. Дизайн, надежность, достойная комплектация. Есть собственные фишки, простота, легкий налет брутальности в лучших традициях серии АК. Но в то же время есть один показатель, который выгодно отличает эту серию от самых топов. Ключевое слово «выгодно». Линейка АКМ укладывается в рамки среднего ценового диапазона, и этот фактор делает ее вдвойне привлекательной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова